Привет, дорогие парфманьяки и парфлюбители! Меня зовут Настя Балахнина, это канал Am3Sol, я поющий парфюмерный блогер из Москвы, и у меня для вас важное сообщение, особенно для жителей города Волгоград и города Волжский. 3 июля у меня пройдет акустический, импровизационный на самом деле концерт в городе Волгоград в баре Белая Лошадь, а 4 июля я вместе со своей командой Django Friends, это потрясающие музыканты, которые исполняют французский джаз, в общем, мы вместе выступим на дне города Волжский на главной уличной сцене. Все подробности напишу в своем телеграм-канале Am3Sol. Мне вдвойне приятно выступить в городе Волгоград, потому что я сама оттуда, если вдруг вы не знали, то я родом из берегов Волги, из города Волгоград, Краснооктябрьский район. Всем привет! Совсем недавно на моем канале выходило видео, где мы вместе с вами играли в коробку первых впечатлений, это когда сайт Allure Parfum присылает мне коробочку с новинками, и мы с вами тестим, делаем первые впечатления, в основном это такой прям слепой затест получается. Из четырех брендов, которые находились в этой коробке первых впечатлений, больше всего запал мне в душу турецкий бренд History Parfums. Я взяла бренд History Parfums, разносила каждый аромат, который у меня был, их было 9 или 10, и составила такой некий чарт. С самого последнего места до самого первого места, конечно же, первая тройка лидеров, вот просто безусловные какие-то любимки, которые мне очень понравились, я с удовольствием бы хотела, чтобы когда-нибудь флакончики этих ароматов были в моей коллекции, поэтому усаживайтесь поудобнее, открывайте свои заметочки или просто наливайте себе что-нибудь вкусненькое, и давайте же окунемся, нырнем в этот мир турецкой нишевой парфюмерии. Кстати, прошел целый месяц после того, как ко мне приехала эта коробка первых впечатлений, и вот, пожалуйста, доказательства, ароматы не выпарились, то есть новый атомайзер от Allure Parfum действительно крепче держит аромат. Факт. На девятом месте у нас расположился аромат, который называется Тайличи, я анализировала ароматы в контексте бренда, то есть я не сравнивала ароматы по группам, по нотам, например, Тайличи с каким-нибудь еще другим ароматом другого бренда, про ноты личи, только вот в контексте бренда, чтобы понять, есть ли какой-то почерк у бренда, какая-то концепция, какой-то, может быть, ДНК. Аромат в целом неплохой, он пудрово-сладкий, я бы так сказала, в нем явно ощущается такая фруктовая составляющая, но она уже прям с самых первых секунд очень сильно запудривается ванилью и какой-то, знаете, такой ванильной орхидеей. Вот у Зелински есть аромат на тему орхидеи из каких-то старых выпусков, вот там орхидея примерно так же звучит, она сандалово-ванильная. И вот здесь вот я бы не сказала, что этот аромат про личи, он скорее именно про какую-то такую фруктовую орхидею с ванилью. Не дурно, не дурно, правда интересно, но для меня на данный момент это не самый интересный аромат у бренда, но он неплохой. Это не значит, что вот мы поставили его и ужасно. У других брендов из этой рыбочки есть такие ароматы, которые прям вот ну как-то не очень хочется. Это я бы с удовольствием нанесла на запястье, но просто это не мой сегмент, да, это не моя полочка в золотом яблоке. Но аромат милый, он правда очень милый, он именно для любителей фруктово-сладкой какой-то такой истории. Вот недавно я тестила на слепом затесте аромат от Killian Playing on the Devil, кажется так он называется, I don't know, что там с артиклями. У них очень схожее направление, хотя здесь нет имбиря, вот в том аромате фруктовом меня немножко вот смутила эта имбирная история, потому что я не очень люблю имбирь в парфюмерии. А здесь просто очень все гладенько, хорошо и что самое главное, стойко. Все ароматы, которые мы сегодня с вами будем обозревать, да, и о которых я вам буду рассказывать, они все имеют сумасшедшую классную стойкость. Я считаю, что это плюс. Лично для меня это плюс, потому что я люблю стойкие ароматы. Я теплокожник, как минимум, и мне нравится, когда я аромат слышу себя целый день. Я не поклонница Монталя и какой-то восточной сильно арабской парфюмерии, но мне нравится, чтобы аромат был ощутим. Кстати, неплохой на самом деле, я его поставила на последнее место, а вот нет такого чего-то отталкивающего. Просто другие ароматы интереснее, поэтому давайте же скорее перейдем к восьмому месту. Бренд, конечно, себя позитонирует как унисекс, бренд нет какого-то такого четкого разделения на мужский и женский. Я ароматы также воспринимала как унисекс ароматы. И на восьмом месте у нас очень специфическая история, но возможно кому-то это понравится. Мне этот аромат интересен, я бы такой, конечно, не носила, но это уже интересно. Аромат называется Spanish Carnation, и он про кукурузу. Часто ли вы встречаете ароматы с этой нотой? Я ни разу. Правда, это очень такая сладкая кукуруза. Возможно, даже, знаете, под каким-то повидлом фруктовым или под каким-то джемом ягодным. Я не знаю, в общем, какая-то такая история. Не зря в верхних нотах указаны экзотические фрукты, потому что в целом аромат действительно воспринимается как такая сладкая кукуруза. То есть аромат не пахнет бареной кукурузой, которая вот в парке сейчас встречается или там где-то у моря. Здесь вот прям есть такая ванильно-фруктовая какая-то такая фантазия над темой кукурузы. Он очень фантазийный. Я никогда бы в жизни не подумала, что я могу встретить такое. Такой аромат. Это очень интересно, и для ниши это прям, ну прям вызов, потому что вот сколько я не тестила различные ниши и анималику, и какую-то концепцию из чего-то такого обыденного, там ароматы бетона, кресел, пыли, влаги, дождя, снега, земли. Но это аромат кукурузы, и здесь, конечно, не знаю как вас, меня удивили. Поэтому если вы ищете острых ощущений, ну или просто чего-нибудь необычного, и вы уже все попробовали, то вам сюда Spanish Carnation, сладкая ванильная кукуруза. Возможно, меня так манит этот аромат, потому что я правда давно не ела кукурузу, а возможно, потому что это правда интересно. На седьмом месте у нас расположился аромат, который называется Swiss Praline. Я когда увидела название впервые на атомайзере, я подумала, что это опечатка, ну думаю, Sweet Praline. Но Sweet Praline, мне кажется, это уже тавтология. Это у нас гурманика. Так странно, при первом затесте я ощущала его совсем иным. Я думала, что это какая-то просто карамель, просто какая-то пралинешка, конфетка с коньячком, но нет. В пирамиде здесь заявлен ром, бергамот, ваниль, бобы тонко, корица, дубовый мох, гурманский аккорд, сандал. Но если мы откинем все эти маркетинговые уловки, мы с вами услышим здесь пропитанный коньяком или другим алкоголем, например, тем же ромом, какой-то такой кекс рождественский, потому что корица, она дает такое ощущение праздника. И знаете, он не совсем осенний. Вот бывает, знаете, такая история, когда ты слышишь прям такую выпечку, рождественские кексы, алкоголь, это все очень плотно. Я бы не сказала, что этот аромат плотный. Нет, вполне себе в холодное лето вечером я бы тоже пару кшиков нанесла. Мне такое нравится. Это отличная история для любителей сладкого, для сладкоежек, для любителей булочек. Да, если постараться, то здесь можно найти и булочку с корицей, правда без сырного крема. То есть синабон здесь искать бесполезно, здесь скорее какая-то такая национальная выпечка, которая пропитывает алкоголем. Еще знаете, как-то на новогодних праздниках я готовила сливочное пиво из Гарри Боттера, и вот туда нужно добавлять ароматизатор ром. Вот этот ароматизатор ром, который вот немножко такой сливочный, немножко с таким, знаете, как это можно сказать, рыхлым, свежим тестом. Очень вкусно. Хорошко. На самом деле, правда, уже три аромата мы с вами прошли, и нет такого прям, чтобы прям банально, чтобы на что-то похоже. Вот многие мне пишут, что Настя, новые бренды это повторяшки. Дорогие друзья, это не так. Давайте быть, будем объективными. Новые бренды имеют право на существование. Я считаю, что History Parfums, это абсолютно мое искреннее мнение, просто хочу, чтобы вы тоже познакомились, как я, с чем-то новым. Поэтому, если вы давно искали свою ароматную коричневую булочку, то вам Swiss Paralene. На шестом месте у нас аромат, который называется Colombian Cacao. Казалось бы, да, я женщина, которая очень долгое время фанатела по шоколадным ароматам, но я не стою на месте. Я развиваюсь, развиваю свои вкусы, и, конечно же, их меняю. Я до сих пор, как и каждый из вас, кто смотрит это видео, ищу свой идеальный аромат. Это нормально, это жизнь. Это аромат не совсем про какао. Он больше, знаете, действительно со временем становится кока-кольный. Здесь в сердце кока-кола, розовое варенье, жасмин и пачули. Это очень фантазийная история. На самом деле, вот на этом аромате я уже поняла, что все-таки бренд действительно не боится фантазировать, а это турецкий бренд. И это удивительно, потому что, ну опять же, оглядываемся на статистику. Редко, когда в турецких брендах можно найти какую-то такую фантазию, вариации. Здесь прям очень интересно. Это кока-кола с шоколадной пудрой, такой шоколад молочный. Горечи здесь нет. Здесь есть, опять же, очень явный пудровый нюанс. Но это правда, это какая-то такая фантазия на кофейную колу. Вообще. Это очень интересно. Но на коже, правда, вот прям сразу считываются сначала вот эти пудровые аспекты. Такое прям какао, пудра с ванилью. Но не сильно сладко, не сильно сладко. И опять же, аспект жасмина, вот этого вот такого белоцветочное сердце, которое аромат все равно насыщает кислородом, дает ему свежести, воздуха, какого-то объема. Эта история здесь есть. То есть, этот отдел, да, эту прослойку мы не можем убрать. Аромат очень интересный. Вот, конечно же, хочется вот, чтобы вот он, хотя тут я, ну, я уже просто его выбрызгала, правда, я, он мне очень понравился, я его разнашивала, смотрела его в разные, в разные время суток, время года, конечно, не удалось поменять, только летом. Хорошко, хорошко. Если ищите эксперименты, кока-кола с шоколадом, с жасмином и с пудрой. Колумбиян какао. На пятом месте у нас аромат, который называется Indonesian Clove. И эта история уже в две стороны, в плане того, что мужчинам этот аромат, возможно, даже зайдет чуть больше. Ну, сразу вам скажу, почему я, конечно же, на него среагировала, я триггернулась. Этот аромат очень мне напоминает Fucking Fabulous и аромат от Ксирджо в Golden Della. Да. Здесь явный специевый аспект, конечно же, в пирамиде здесь указан мускатный орех, черный перец и гвоздика. Я слышу здесь еще немножко и каких-то, знаете, таких кардамоновых историй, такие специи. Они очень сдержанные, они очень кожаные, хотя в пирамиде не заявлена кожа, а заявлен сандал, смолай и амбра. Да, он пряно-кожаный. Он Fucking Fabulous, правда, очень похож. Почему он называется Indonesian Clove, я не знаю, но здесь, наверное, вопрос уже к парфюмеру, к парфюмерам. Наверное, эта команда все-таки какая-то работала, к маркетологам. Но это такая прям моя любимая история на осень. Я люблю такое направление, я люблю кожные ароматы. Он немножко, вот казалось бы, абсолютно не похож, сразу скажу. Но вот в направлении Morning Chest, когда такая, знаете, холодная кожа. Потому что что в Morning Chest за счет бергамота, таких сухих деревяшек, абсолютно какого-то, знаете, отсутствия сладости. Кожа такая, она свежая, аромат можно носить и летом. И здесь вот то же самое. Конечно, в жару бы я такое не надела, но вот вечером, когда больше воздуха, очень хорошо. Вообще лайк безумный. Пряная кожа, очень холодная, очень манящая. Как мужской аромат, вообще выше всяких похвал. History Parfums удивляет. На четвертом месте расположился мексиканский кактус. Я честно вам признаюсь, я не особый знаток кактусов в парфюмерии. Вообще никогда меня не тянуло. И здесь я познакомилась с ароматом только потому, что это ко мне приехало. Это удивительная какая-то штука. Это так прикольно. Вот это прям, знаете, хорошее чувство юмора в этом аромате. Это аромат на тему зеленухи с молоком. Боже мой, как это прикольно. Это прям вот круто, это очень стильно. Знаете, вместо сандала вот этого рассольного от Lilabo, который очень любят в Москве до сих пор. Но его стало сильно меньше, когда Lilabo ушли из России. Но все равно есть. Вот я лучше бы вот такое в шлейфе ловила. Это так... Это прям так бодрит. Это так необычно. Это не вызывает никаких неприятных ощущений. Это вызывает жуткий интерес. В пирамиде мы тут видим тропические фрукты и так далее. Расскажу ассоциативно, что я чувствую. И с кожи тоже, что я ощущала. С кожи, конечно, ощущается чуть больше такой пыльный инжир. Такой прям отпускной. Но вот эта какая-то лактонность, которая здесь неявная. Она неявная. Она здесь вот третьей степени родства. Где-то вдалеке она как будто сглаживает углы. Она как психотерапевт здесь прям работает. И этот кактус... Ну это прям, знаете, такая прям... Ну прям хлорофильчик, когда вот листик растер. Но он не простой. Он какой-то, знаете, газированный или какой-то цитрусовый. То есть это какая-то цитрусовая зелень с молочком. И возможно, вот эта вот фраза металлические ноты в базе как раз-таки и говорит за это все. Как будто бы весь этот эликсир залили в какую-то металлическую тару. Это очень зелено. Это очень хорошо. Мне такое очень нравится сейчас, на данный момент. Летом вообще супер. Для любителей ветивера, всяких зеленух интересных. Кто ищет что-нибудь необычное на лето, это сюда. Мексикан кактус. Хотя мне кажется, мексиканская даже там есть кукуруза. Почему мексиканский кактус? Ну хотя, все мы помним эти картинки, да. Да. Интересно, представляете, если на одном человеке в паре будет нанесен мексиканский кактус, а на другом спенниш кукуруза. Мне кажется, это вообще, конечно, пара века. Мне кажется, если бы я снимала это видео в другое время года, выбор пал бы вообще на другие ароматы. Но сейчас, опять же, в контексте этого бренда. Хотя вот я сейчас понимаю, что предыдущие ароматы тоже классные. Вот они все классные. На третьем месте у нас расположился финиш тимбер. Это потрясающая какая-то такая крутецкая штука древесная. Боже мой. Во-первых, этот аромат понравился не только мне. Но... О боже. Это просто финский залив какой-то. Это сухая древесина. Вот просто с шотом какого-то сока красного апельсина. Это очень классная деревяшка. Очень классная. Она еще как будто бы немножко отдает таким вот каким-то... Какой-то полиролью. Но это классно. Это прям крутой древесный аромат. Для тех, кто любит сухую деревяшку в ароматах. Супер вообще. Как аромат для двоих или аромат для мужчины. Это вообще... Я не знаю, смотрят ли меня мужчины. Напишите в комментариях, смотрите или нет. Это ваш. Ваша остановка. Даже если вы минимально соприкасаетесь с древесными ароматами. И носите какие-то свежачки. Это вас не оттолкнет. Потому что это не грузно. Это не плотно. В этом много фантазии. В этом очень много пространства. Даже какого-то намека на творчество. На самом деле пахнет немножко... Вот опять же в моем фантазийном мире. Мастерской художника. Да. Представляете? Финский залив. Или Финляндия. А где-то на природе стоит маленький домик. В котором целая комната большая. Отдан мастерской. И там стоят подрамники, холсты. Какие-то эскизы. Засохшие краски. Немножко такой поскрипывающий деревянный пол. Это так атмосферно. Это прям атмосфера свободы и творчества. Меня вот прям покорил. Если аромат у меня вызывает такие ассоциации, ну это хорошо. Это как минимум круто. На втором месте аромат, который я потестила. По-моему, один из первых вообще у бренда. Когда ко мне только приехала эта коробочка. И я снимала прямой эфир на ютубе. Где мы выбирали один аромат. И честно, я думала, что этот аромат вообще будет первым. Но нет. Кое-какой ароматец его вскакал. Это French Violet. Ух, мощный, ядреный аромат. В духе пудры от Mala. Это туда. Но здесь пудра грушевая. Вот я, когда разносила этот аромат, я стала очень явно ощущать там грушу. И аромат немножко отстоялся. Все равно даже если это от Levante, он отстоялся. И стал более грушевым. Он, конечно, про такую мыльную пудру довольно-таки. Поэтому, если вы знаете, что такое ирис пудре от Mala, вы понимаете, в какую сторону эта песня. Да, здесь такая явная груша с белыми цветами, такими достаточно водными. То есть у нас фрезия, роза, жасмин, ирис, миндаль. И, боже мой, в ней так много влаги в этой фиалке. Она прям очень влажная, как будто бы, знаете, правда, такая атмосфера французской ванной. Комнаты. Где вот очень много каких-то, знаете, цветов. Я не знаю, есть ли там цветы, но представим, да. Фантазия разыгралась. Какое-то французское дорогое мыло. Все это очень вкусно. Все это как будто бы, вероятно, чисто. Потому что есть горничная. Какая-то гувернантская. Это прям, вы знаете, такая атмосфера 20 века. Или даже не 20, раньше как будто бы. Чуть-чуть. Это как будто бы вот идеальный Париж из фильмов. Где показывают эти вот прекрасные гостиницы, отели с французскими балкончиками. С накрахмаленным вот этим вот свежим бельем и с прачечной. И это потрясающе. Все равно я слышу здесь прям ирисовую фиалку. Вот хоть ты тресни. Конечно, в описании про Париж хоть ты тресни. Звучит немножко странно, да. Диссонансно, но ничего. Так странно, как на меня влияет образ. Вот я сейчас заметила. Когда я сижу в толстовке или футболке, я несу какую-то околесицу. Как только я надеваю на себя что-то черное, какой-то нуарный свет, все. Во мне просто включается ведущая с канала Культура, да. Ночной парфюмерный эфир. Что со мной творится? Просто ужас. Но это все еще к тому же аромат. Вообще классно. Вот вначале нужно вынести его очень громкий старт. Он очень громко начинает. То есть прям как будто бы немножко тебе этой мыльной ирисовой водой, а точнее сухим даже каким-то, знаете, таким ирисовым мылом вот просто дунули в нос. А потом все расходится и становится очень хорошо, очень хорошо. Конечно же, это в духе старой школы нужно это понимать. Ирисы вообще в целом не совсем такое модное направление. Ну, опять же, как обыграть. Но именно эта ирисовая фиалка, она звучит достаточно классично, действительно очень элегантно в духе ирисовых всяких пудровых штучек из ниши. Но стоимость его, давайте посмотрим, сколько стоит. Ну, дешевле, чем Фредерик Маль. Рекомендую вам ознакомиться, конечно же, начиная с какого-нибудь отливантика. Потому что это, конечно, очень статусно. Ну и красиво, конечно же. Ну и на первом месте, я не знаю, как так вышло. Честно говоря, мне кажется, уже сейчас в процессе я бы поменяла места. Не сидеть мне в жюри и в какой-то судейской комиссии. Не могу определиться. На первом месте Icelandic Fu. Потрясающая лавандовая деревяшка. Опять же, это такой чистейший унисекс. Чуть более мягкий, чем финская история. Чуть более мягкий, чем аромат в духе fucking fabulous. Ну как же, как же красиво. Опять же, он хвойно-лавандовый, но эта хвоя очень мягкая. Здесь нет какой-то громкости. Он достаточно пушистый, я бы даже так сказала. Потому что здесь у нас кашемировое дерево в сердце. Ой, я даже не видела. Но он очень пушистый. До гвоздики, конечно, нужно доехать. Но я думаю, что гвоздика здесь собирает аромат, делает его таким более цепким. Но какая хорошая. Какой он хороший. Это вот тот самый мягкий, очень податливый унисекс, который очень красиво сядет на мужскую кожу и на женскую. Очень хорошо. Он немножко напоминает мне Clean Suede от Eldo, который я все хочу купить, но почему-то все время откладываю. Потому что он мне кажется не таким необходимым. Вообще, на данный момент, мне кажется, я смотрю на свои полки и думаю так. Кажется, не осталось ароматов, которые нам необходимы. У нас пока что как будто бы все есть, поэтому я не тороплюсь. Но очень хорошо. Очень хорошо. Очень нравится. Вообще все ароматы мне нравятся. Все хорошки. Честно признаюсь, выбор был сложным. Не часто такое бывает, что бренд очаровывает красотой ароматов. Я считаю, что этот бренд достоин внимания. Сразу вам скажу, что это турецкая ниша. По стоимости вы увидите это сразу. Потому что 30 мл аромата стоит в районе 9-10 тысяч. Но есть от Levante на Allure, прям на Allure смотрю, очень минималистичные, красивые флаконы. И не менее крутые, действительно интересные, увлекательные, в чем-то самобытные. Какие-то ароматы, очень самобытные ароматы. Надеюсь, мне удалось вас развлечь, увлечь, заинтересовать новым брендом. History Parfums. Возможно, что-то вам попало в сердечко, и вы захотели это попробовать. Обязательно напишите в комментариях, какой аромат вас заинтересовал, чтобы я понимала ваши вкусы. И, конечно же, жду ваши комментарии относительно ваших новых открытий, что за последнее время вас удивило, очаровало. Возможно, вы поменяли свое мнение о каком-то аромате. Буду рада прочитать эти комментарии и, конечно же, вам отведить. А меня зовут Настя Плыхнина, это канал Антресоль. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. И до встречи в новых видео, которые выйдут уже совсем-совсем скоро. Пока-пока!